Всем добрый день! Сегодня будем шить детское лоскутное одеяло на синдепоне размером 100 на 130 сантиметров. Видео очень подробное. Кому интересно, смотрим видео дальше. Для начала нам надо сделать эскиз, чтобы определиться, сколько, каких деталей к нам потребуется. Итак, одеяльце у нас примерно 130 сантиметров на 90 сантиметров. По краю будут идти бледные детальки, вот с такой ткани. Потом яркие маленькие розочки, потом серая ткань и крупные розы. Если в вашем магазине, так как у меня маленький выбор тканей, то вот смотрите, как хорошо у меня получилось. Я купила бязь. Эта вот ткань идет на постель, как правило. Это я уже разрезала. И вот смотрите, в этой ткани и яркие маленькие розочки, и серенькие, и крупные цветы. И вот другой отрез я купила бледная розовая ткань, которая сюда также очень хорошо подходит. В крое квадратики у меня будут 13 на 13 сантиметров, ну а в готовом виде примерно 11 на 11. Вот поэтому я 12 блоков умножала на 11 сантиметров. Итак, сколько всего нам надо таких квадратиков? Значит, если здесь 12, а этот вот блок состоит из двух, значит надо считать этот, получается 24 квадратика из ткани нам надо. Всего у нас здесь 8 рядов, значит 24 умножаем на 8, всего надо 192 детальки. Теперь определяемся по цветам. Бледно-розовая. Здесь 12, здесь, разумеется, 12, 24 и плюс вот эти детальки с обеих сторон. Итого 36. И так вот считаем и смотрим. Дальше яркие, маленькие, с розочками. Считаем здесь, здесь, прибавляем вот эти и умножаем на 4, потому что этот блок состоит из 4. 64. Также высчитываем детальки из серой ткани, из крупной розы. Итого получилось 192 детальки. И здесь у нас 192 детальки. Значит, все посчитали мы правильно. Теперь краим. Если будете краить из старых вещей, можно сделать вот такой шаблончик из линолеума. Очень удобно. Приложили, выкроили, приложили, выкроили. Ну а так как у меня ткань, я взяла и разлиновала. Вот у меня детальки 13 на 13, да? Я взяла, даже записала. 13, плюс 13, 26, плюс 13, 39, плюс 13, 52. Линеечку приложила. Разлиновала вдоль, поперек. Разрезаю сразу в несколько слоев. Здесь я вот немножко скрепила клей-карандашом. Очень удобно. Итак, накроила нужное количество лоскутков, но у меня произошли некоторые изменения. Вот смотрите, если я планировала серой ткани 48 деталек, у меня не хватило. Я скроила 36, а вот бледно-розовые ткани у меня достаточно. Я скроила 48. Ну вот, чтобы не путаться, вот так закрываю. И вот все цвета у меня идут по порядку. Значит, край у нас будет серый, потом яркие маленькие розы, потом бледно-розовая ткань и крупные розы в центре. Сколько я брала ткани? Вот этой ткани, бледно-розовой, ну я брала больше, конечно. У меня пошло примерно полметра при ширине 2,20. Ну, конечно, если хорошая ткань попадется, никогда не берите полметра, берите хотя бы метр. Все равно когда-то куда-то пригодится. Так, вот эта простынная ткань я брала остаток в магазине 2,90. Вот у меня остались тут такие полосочки, они в несколько слоев все. И осталась вот такая полоска. Здесь тоже отрежу. Это пойдет на обработку одеяла по периметру. Вот такие расходы по ткани. Так, что у нас по синдепону? Синдепон у меня толщиной сантиметр. Но это такая техника, что будет складываться вот таким образом, и уже толщина будет в 2 сантиметра. Разлиновываю на квадратике 13 на 13. Можно это делать даже при помощи цветного фломастера. Не маркер, а именно вот тонкий фломастер. Я сложила синдепон в 2 раза. Нарезаем и приступаем шить одеяло. Прежде чем будем сшивать наши блоки, надо разлиновать верхние кусочки синдепона. Вот так. Проводим в диагональ. И так далее. Вот эти кусочки у меня как бы не все одинаковые. Поэтому будет не лишним, если мы их разложим именно вот поочередно. Вот мелкий цветочек, довольно-таки крупный. Опять идет мелкий, опять идет крупный и так далее. Таких кусочков у меня маловато, поэтому я еще буду использовать вот такие серые, однотонные. Ну и чтобы была какая-то симметрия, пускай эти серые кусочки будут располагаться по углам. По углам. И так, сейчас мы будем сшивать вот эту верхнюю полоску. Серая деталька. И вот такая яркая. И так, вниз у нас синдепон, который без линия. Потом серый лоскуток. Лицевой стороной вверх. Розовый кусочек. Получается изнанкой кверху или лицевая к лицевой. И сверху синдепон, который с линией по горизонтали. Скалываем. Идем под машинку и отстрачиваем. Начинаем строчку примерно 0,5 от края. Так нам будет легче. Все равно мы будем делать закрепку. Шьем сразу все 12 блоков. Можно помогать себе цыганской иголочкой. Пальчиками вот так придавливаете синдепон. И очень все легко получается. Теперь берем, раскрываем наши тканевые детальки. Синдепон внутри. Ткань сверху. Нижнюю детальку не обязательно скалывать. А вот верхнюю детальку надо сколоть, чтобы не было наплыва ткани. Прострачиваем. Теперь складываем по рисунку розы. Розовая к розовому, серая к серому. И стачиваем. Вот таким образом. Сточали. Следующая. Ну вот эти цветочки, конечно, можно и не чередовать. Где-то больше, где-то меньше. В одеяле потом будет незаметно. Но я все-таки буду чередовать так, как я говорила. Ну вот, я все-таки буду чередовать. Я все-таки буду чередовать. Я все-таки буду чередовать. Я все-таки буду чередовать. И так, первая полоска у нас готова. Теперь нам надо обработать вот эти вот срезы. Да, когда я детальки сшивала, кажется, я забыла сказать, лишний синдепончик я делала сноровочку. То есть обрезала. А теперь вот эти швы немножко обрезаем, делаем их поменьше, чтобы нам удобнее было их обработать. Высчитываем, сколько нам надо вырезать беки. Так у нас 12. А вот если считать все вертикали, потому что я буду вырезать не только для обработки этих срезов, но еще и для обработки краев нашего одеяльца. Получилось 13 вертикальных полосок. По 20 будем считать по метру. 13 метров. И по горизонтали растут 8, значит, будет 9. Значит, будет 9 полосок. Ну, вот можно пересчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Умножаем на метр тридцать. Примерно 12 метров. Итого 25 метров. Вот у меня бязь. Сложена в 4 слоя. Чтобы она не двигалась, можно даже немножко закрепить клей-карандашом. Оно сильно не склеит, но зафиксирует нашу ткань. Вот у меня линеечка шириной 5 сантиметров. Прикладываю. Расчерчиваю. И нарезаю. 25 метров. Теперь складываю по ширине в два раза. И утюгом фиксирую. Итак, прикладываем срез к срезу. Лицевая к лицевой. Здесь шов примерно 0,6. Ну, где больше, где меньше, мы обрезали. А мы прострачиваем на ширину лапки. Даже можно чуть-чуть больше. Чтобы краешек ткани выглядывал. Чтобы, как говорится, ничто у нас не убежало. Можно сразу обрабатывать два среза для удобства. Отгибаем вейку. Детальки как бы растягиваем, чтобы на этой стороне не было заломов. Здесь, конечно, можно не отстрачивать. Но если отстрочить, все-таки будет красивее. Обрабатываем таким образом все срезы. Продолжаю шить одеяло. И вот уже какие-то подводные камни выходят, о которых я сейчас вам хочу обязательно рассказать. Одеяло я шью первый раз. И поэтому, естественно, что где-то какие-то ошибки поначалу будут. Значит, я вот эту детальку вот таким образом соединяла и пришивала эти бейки. Мне казалось, что так легче и проще. Но потом оказалось, что эти бейки развернуты в разные стороны. И поэтому ширина деталей будет разная. Видите, вот здесь у меня ошибка. Значит, надо будет перепарывать, переделывать. Значит, как надо? Надо, чтобы вот в одну сторону вот эти пришитые бейки смотрели. И когда мы их будем отстрачивать, деталечки все должны быть у нас одинаковые. Ну, так вот, теоретически. Но если уж где-то там на миллиметре-другой будет разница, это не так страшно. Еще. Значит, на вот эту бейку выбирайте ткань, чтобы она была не такая плотная, не такая толстая. Потоньше. Тогда вот этот вариант уместен. Вот 5 сантиметров по ширине сложили, утюгом проутюжили. Уместен. А вот эта ткань, бясь, такая накрахмаленная, хорошая постельная бясь. Она довольно-таки, ну, не скажу, что толстая, но толщина вот здесь приличная. И потом, когда мы будем соединять вот с деталькой, то будет толщина еще больше. Поэтому я взяла и вот таким образом уменьшила толщину. Отрезала. Ну, а вы, чтобы не переводить ткань, сразу выкраивайте не 5 сантиметров, а, допустим, 3,5 и сантиметр подогнете. Так, еще какой нюанс. Будет правильно, если каждую полосу вы будете помечать. Вот, клей-крандашом приклеила, знаю, это первая. Это вторая и так далее. Так, еще одна тонкость. Можно, вот, значит, как я показывала. Сначала я сшивала, а потом я уже пришивала, значит, бейку. Очень даже неплохо получается сразу одной строчкой прикладываем две детальки, прикладываем эту бейку и пришиваем. Тогда нет, как бы, угрозы, что иногда может вылезти вот эта строчка. Вот в этом месте, видите, вот строчка у меня вылезла некрасиво. А так будет аккуратнее. И сейчас покажу, как я располагаю все вот эти детальки на столе, чтобы, ну, ничто не перепутать. Да, и еще. Значит, вот этот вот рисунок, эскиз делайте покрупнее, чтобы вы, вот, как бы ничего не спутали. Шьете следующий ряд? Смотрите. Даже вот так можно прикладывать линеечки. Вот третий ряд сейчас я шью. Вот вверху у нас бледно-розовая, внизу у нас мелкая роза, здесь пошла крупная роза. А вот здесь, с краешку, серая деталька пойдет. Так что покрупнее рисуйте, все помечайте, чтобы ничто не перепутать. Вот так слева у меня располагается то, что я шью. И справа вот прям разложила то, что надо пришить. Чтобы ничего не перепутать. Ну, правда, у меня осталась вот одна деталечка. Это вот лишняя. Это просто для показа. Получается, шила я на ширину лапки. Примерно 0,7. Ну, может быть, 0,8 по миллиметру выходила. Ширина обтачки полтора сантиметра. И все вот это вот прячется хорошо. Ничего лишнего я не отрезала. Прежде чем отстрачивать, хорошо растягивайте ткань вот в разные стороны. Чтобы не получилось, что вы вот так пришили. А вот здесь у вас целый толстый бутерброд. Что вот здесь вот складочки всякие. Итак, блоки в виде полос у меня готовы. Теперь их надо сшить между собой. Значит, маленькая поправочка. Если я думала, что серединка у меня будет вот с таких вот блоков, прям вот один к другому, то я передумала. Ну, зачем, чтобы оно все сливалось. Будет вот так вот. Именно вот ромбиками. Но можно эти ромбики, вернее полосы двигать. И тогда эти ромбики могут превратиться вот в такой вот узор. Смотрите. Тоже красиво. Ну, здесь, конечно, тогда надо будет дошить. Итак, как мы будем соединять? Ну, во-первых, смотрим, чтобы не ошибиться. Пятая, шестая деталька. Вот с нижней начинаем, с шестой. Вниз прикладываем лицевой стороной бейку. Ширина 3 сантиметра. Почему 3 сантиметра? Это 4 шва по 0,7. Такая бледная, не пойму. Ага, вот лицевая сторона. Лицевой стороной сюда. Сверху накладываем бейку, которая в крое 5. И вот мы ее отутюжили. Она стала 2,5. Пускай одеяло, назовем его основное изделие, будет вот так чуть-чуть на миллиметрик выглядывать, чтобы края наши не потерялись. Прострачиваем. КОНЕЦ 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 Так выглядит одеяло с изнанки. вот так с лицевой. Вот наши шовчики все идут встык. Значит, все правильно мы высчитали. Все шовчики, все беечки. Отгибаем бейку, которая с двух слоев и прострачиваем по краю с одной стороны, а при желании можно потом и с другой прострочить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, решила отстрочить. И это, девочки, надо вам сказать просто релакс. Сидишь, отстрачиваешь, любуешься ровной строчечкой и хорошей стыковочкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дошиваю одеяло. И информация для тех, кто ещё не понял, как расположить одеяло под машинкой. Потому что такие вопросы всегда люди задают и задают. Ну, это просто, как бы, я думаю, новые подписчики, неопытные портнихи. Вот, смотрите. Я пришиваю последний блок. Одеяло всё находится на столе слева. Я пришиваю этот блок. Вообще тут, да, ничего не мешается. А когда буду отстрачивать, вот, небольшой блок располагается здесь под машинкой. И всё очень просто и легко. У нас, конечно, детское одеяло, но даже если оно будет взрослое, даже пускай оно будет здесь несколько метров, лишь бы у вас стол позволял. Вот, всё одеяло слева, а под машинкой практически вот один блок и всё. Пришиваю последний блок и будем уже обрабатывать одеяло по периметру. Осталось обработать одеяло бейкой по периметру. Я выкрыла бейку по поперечной, шириной 6 сантиметров. Один край я уже зафиксировала, вот, на 0,7 при помощи утюга. Прикладываем бейку лицевой стороной на обратную сторону одеяла. Как я пришла к этой ширине 6 сантиметров. Пускай наша обработка будет в готовом виде, ну, сантиметра 2 примерно. Чуть шире, чем вот эта вот беечка. Так как будет ткань подгинаться, значит уже 4 сантиметра плюс 2 шва, 5,4. И на свободу, на свободу, на вот эту толщину я прибавила 0,6. Таким образом у меня вышло 6 сантиметров. Вот здесь пускай будет сантиметр, здесь 0,7. Пришиваем. Конечно, сделала сноровочку одеяла, чтобы края были ровные. Вот, до уголка я дошла. Прикладываю такую вот микровыкрычку. Квадратик 1,7 сантиметра каждая сторона. Именно, как я говорила, здесь сантиметр, здесь 0,7. И ставлю вот сюда точку. И шью до этой точки. Можно слева сделать такую линию, чтобы у нас был ориентир. Даем задний ход. Выходим из-под машины. Складываем ткань вот таким образом. Чтобы бейка легла на вот этот край. Делаем не торопясь. Вот так сначала. Если светится эта точечка хорошо, а если не светится, опять прикладываем. Ставим точечку. Здесь проводим линию слегка. Можно начать шить чуть ниже, но чтобы потом остановиться именно в этой точке. Шьем дальше, до следующего угла. Как оформить уголочек? Отворачиваем. Главное, чтобы вот здесь вот смотрела, как бы вот так в эту сторону. Аккуратненькая складочка. И раз. И вот уже уголочек. Прекрасный. На обратной стороне одеяла. Теперь на лицевой оформляем. Немножко надо постараться, чтобы вот здесь было 90 градусов. Избейте. И тогда вот здесь будет аккуратная стыковочка. Все нормально. Скалываем булавочками. И с лицевой стороны прострачиваем. Если вдруг не хватает вам вот ширины обтачки, значит, немножко надо вот здесь подрезать. Пускай эта строчка будет внутри, чтобы она была не видна. Одеяло полностью готово. Это у нас обратная сторона. И это лицевая сторона. Сейчас расскажу вам вкратце, с какими трудностями я столкнулась. Я как бы эти тонкости говорила, но все-таки думаю, надо их повторить. Обязательно надо, чтобы швы, вот, будем прострачивать в одну сторону, чтобы смотрели. А вот в начале видео я этого как бы не знала. И вот видите, я не соблюла это правило. И вот в нескольких местах, ну, практически в трех, приличное расхождение. А потом уже довольно-таки аккуратненько все пошло. Еще я говорила, что можно вот такую сделать бейку. Вот край подогнут. Да, конечно, можно. Швы будут тоньше, но все-таки работать с такой бейкой тяжелее. Потому что вот где-то не так проутюжили, и вот краешек начинает вылазить. Вот с такой бейкой работать легче. Вот ширина 5 сантиметров. В два раза сложили. Вот сейчас два с половиной. С такой бейкой работать в разы легче. Просто изначально я не думала, что я буду обрабатывать, соединять эти блоки вот таким образом, как мы с вами соединили. Видите, тут никаких утолщений нет. Потому что здесь вот эти швы идут в стыковку. Также очень важное значение, разумеется, как всегда, имеет крой. Крой и вот именно соединение деталей. Вот если здесь у нас аккуратненько, видите, как соединила я? Аккуратненько. А вот если вот таким образом соединить, обязательно потом выйдет эта погрешность. Вот смотрите, видите, вот здесь уже просится складочка. Ну вот пару небольших складочек, скажу честно, на одеяле где-то я встречала. Ну я думаю, это не так страшно. Но тем не менее, вот это вы должны знать. Одеяльце я пошила для своей внучки. Ну а сейчас просто вот накину на диванчик и посмотрим, как будет смотреться одеяло. Вот такое веселенькое одеяльце у нас получилось. Значит, я планировала один размер, но так как у нас вот здесь швов не было, а именно вот встык, размер получился 100 на 130 сантиметров. Прямо приличное детское одеяльце. На сегодня все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. До свидания. Всего доброго. До новых встреч.